друзья я вас всех приветствую сегодня будет такое коротенькое видео по охотничьим ножам по их формам какой нож должен быть из каких там стали ну поговорим об этом вы конечно же если что делаете замечание конечно вы охотники там опытнее меня я знаю смотрят и опытный нам двадцатки там лет но как я вижу охотничьей формы вот сейчас мы поговорим кому что какой понравится нож вы можете его купить через менеджера кто просто смотрит тот просто смотрит итак давайте значит первый нож хочу и начать наш видео вот с этого ножа это нож скиннер охотничий нож скинер на скволь взгляд я вижу что это прям очень хороший нож вот именно под разделку универсал такая вот у него геометрия он позволяет как идти вдоль шкур и не зарываться в кишки до чтобы не рвать а вот просто раз там к примеру от ноги лося прошли да и начинаем дальше уже разделывать носик тоже островатый большой плюс вот именно как подразделки так вот их есть три ножа стоит стоимость любого шесть с половиной тысяч здесь отличие здесь значит рукоять у нас под пальцы идет удобная удобная ручка полировка на этих сатин здесь у нас пескострой вот береста это допустим в зиму кто кому как нравится конечно это дерево но все равно по практичнее а так береста очень теплая на мой взгляд хорошие ручки вообще удобный судить конечно же вам следующий нож под разделку это из больших ножей эта модель сахалин сталь тоже на нем х12 мф на рукоятке кап клёна здесь тоже нос на мой взгляд да как охотника с небольшим стажем скажу так что носик он должен быть приспущенный чтобы не зарываться вот носик должен быть тоже не острый того кинжала вот именно чтобы как подразделку тоже оцениваю как большой охотничий разделочный нож стоимость также шесть с половиной тысяч если брать допустим нож исключительно разделочный да вот если сравнивать вот с этими ножами посмотрите здесь вот это шкуросъемный нож бобр это небольшой клинок а им будет неудобно конечно нарезать на продукты на стол и все такое до готовить но им удобно разделывать трофеи вашего исключительно подразделку здесь работает одна кисть вот видите нож маленький он работает и рука не устает он также приспущен допустим если вот сравнивать опять же до большой модель у меня есть хищник который очень продается как добивочный вот этот нож он идет как разделочный вот сахалин кому побольше кому поменьше допустим это бобр нет геометрия одинаковая от обуха спуске здесь могут и линзы здесь клин стоимость вот такого ножа 4 300 так еще одна моделька это тоже каждый ножик я хочу сказать так ну мне рисовал нет ни не от балды я и взял да это рисовали охотники мы просто их делали и потом в продажу пускали о как отзывы показывают как на практике что пользуется он спросом продажи значит нужно их запускать в серию это нож иртыш раньше был у нас ртыш вот этой фасочки не было были просто спуске от обуха а дальше мне подсказали чтобы добавить эту фаску на укол да и по дизайну он как-то смотрится интересней опять же напишите в комментариях то что думает вообще каждом ноже какой должен быть нож с удовольствием почитаю вот такая моделька стоимость также их 6500 любых вот этих трех моделей здесь монтаж сквозной здесь береста здесь стабилизированный карельская береза это орех вру вот этот ножичек стоит 5500 рублей с вогнутой линзой вот эти два шесть половиной вот этот вот вогнутая линза 5500 рублей монтаж сквозной соответственно здесь ручка их ну так еще одна моделька тоже очень популярная очень популярная продается она достаточно хорошо это нож соболь который практически каждый день его покупают вот именно на охоту в туризм такая универсальной модели я вижу как вот допустим вот эту вот новую ручку мы сделали под два пальца я вижу это как вот ножик такой знаете уже городского типа смысле там в беседке работайте можно же можно здесь упор чуть уменьшен чтобы не мешалось он когда вы нарезаете но длина клинка 117 миллиметров позволит и колбаски и сальца там подрезать но большие куски мяса конечно нет но как опять же мы же охотничьи ножи сейчас снимаем то вот именно разделочный ножичек очень великолепно будет совести и рука не будет уставать я буду работать будет одна кисть понимаете да то по поводу заточки вот стоимость шесть с половиной любого вот из этих трех ножей 6500 рублей да по поводу заточки вот взял я один нож как раз вертыш заточенный угол 18 градусов на моих ножах каждая заточка сделана вручную на профиле к 03 веневскими алмазами веневскими алмазами финиш 75 бритвенная да вот вот у меня волосатая рука берем спокойно сбриваем я думаю видно работает нура так модель очень популярная это уже универсальный нож он подойдет и для охоты для рыбалки но дального охотников он тоже зарекомендовал себя с лучшей стороны эта модель барс и здесь еще уникальность 6 ножей мы сделали тонких в тройку 3 миллиметра троечка это резачки вот такими ножами будет приятно как раз резать мясо готовить на столе готовить нарезать продукты на стол готовить до какие-то либо там не знаю что там курицу дичь лося после туда там шинковать вот без проблем можно ли им разделать трофея по шкуре на опять же судить вам но на мой взгляд это нож универсальный здесь да он чуть конечно тяжелее будет по кисти по отношению допустим соболем там до бобрацки на ручка но он выиграет в плюсе именно разделки больших и кусков мяса и станции желание вот так же вот есть влюбившийся модель цена 6 половиной это берег 2 это в свое время тоже рисовал мне один охотник самый мои первые ножи знаете вот он это время прям почти продавался всем он нравился и покупали их эту форму потом его конечно барс барс больше стал хищник и барс а так эта модель тоже рабочая но за счет острого носа вот им хорошо допустим там говядину плен и острова острова тут плен и там даже снимать сделать филешки так скажем работать по этим ну как по шкуре я думаю тоже без проблем вот такой вот ножичек 6000 рублей сталь вега 10 принципе ребят у меня все другие ножи есть на нашем телеграм-канале подписывайтесь ссылки я оставлю что касаемо этих ножей выбирайте кому какой нравится вам это все запакуют и отправят куда скажете там с деком по почте всем желаю добра сейчас начинается нас как раз сезон охоты всем хороших трофеев дай бог чтоб все было хорошо ну и мира до свидания